Возле этого мы можем это делать с перекладины, а можем делать на земле, на полу. Если ты рассматриваешь на полу, это будем чуть-чуть по-другому подготавливаться, если с перекладины, то чуть-чуть по-другому. Но и там, и там надо, чтобы мы все могли делать стойку мостика. Мостик, понимаешь, да? Это если мы делаем сальто назад, если мы делаем сальто вперед, то как минимум надо делать кувырок очень хороший вперед. И кувырок, когда мы сегодня, помните, через стоечки прыгали, если мы убираем момент контакта пола, ноги и руки, то вот в воздухе, вот в этой вот фазе, мы делаем как раз вращение, вот перекувырнулись. А пока кувырочки не научимся делать, группироваться будет очень тяжело. Сейчас попробуешь сальто? Кувыркнешь? Ну давай, тогда мата давайте наложим, вот здесь кучу целую мату наложим. А? Нет, надо прям этот, ноги положить. А не знаю, сколько времени? Уже восемь. Уже восемь? Роман, погоди, брат, погоди. Если уже восемь часов, поточнись, посмотри, пожалуйста. Я только что смотрел. Восемь часов уже? Да. Родители за вами пришли. Ты сам идешь домой? Да. Ты сам, да, домой идешь? Давай приехали, родители. Ну так давай поставим на понедельник. Сать, у Ильича, давай, разочек прыгай. О, ну-ка еще, молодец. Кто хочет прыгать? Ну-ка, давай еще. Молодец. А зачем ты прям так, амортизм, отпрыгиваешь ногами, ну в самом начале? Ты как будто бы хочешь отпрыгнуть, отпружинить? Попробуй просто с места вверх летишь, без вот этого, без вот такого действия. Просто вверх лети прям. Тэть, еще. Ножки, группировка. Кто попробует, давай, по разину прям прыгаем. Все-таки, все-таки ты как от баку-то отпрыгиваешь, да? Вот сейчас от баку-то отпружинить. Так вот, аккуратно, давай. Артем. Вот, я правильно имел, убеду, да? Ну-ка, Даню, аккуратно, очки помнишь, да? Аккуратно. Артем, аккуратно. Чуть-чуть сбоку, ты чуть-чуть сбоку. Ну тоже, хорошо, пробуй. Все, еще разочек давай, красиво. И уже идем тогда на понедельник. Напишите, пожалуйста, какие вы хотите стелечки упражнения сделать. Да, ну только ноги к себе, вот, посмотри. Простите, на брата. Давай, брат. Не хочешь? Ну разок, ну разок, ну разок. Артем, разочек, давай, смотри на брата. Группировка в воздухе. Вот, видишь, практически, но он не довернул. Кто высокий рост, подсказка сразу. Кто высокий рост, ему труднее делать, да? Вы должны понимать. Кто ростом поменьше, ему легче делать упражнения. Потому что габариты трудно. Соединять, да, скомпоновать, все. Все, всем до свидания, все молодцы. Сегодня всем стабильная. Пятерка. Думаешь? Может, десятка? Четверочку давайте. Четку и четверку. Или нет, десятку. Пятика. Ну, если хотите, перездачечки. Четверка, да? Тоже оценка. Ты русский язык сдал? У меня еще не было перездачи. Все, тогда ладно, пятерка, чтобы радовались. Все, пятерка вам всем. По физкультуре однозначно. В понедельник, Данилов, принеси, пожалуйста, тетрадку. С ручкой. Ну, пожалуйста. Ну, тебе же не трудно. Или ты думаешь, что я маленький, что ли, записываю? Ты знаешь, что, Денис Владимирович, будучи уже семьянином, уже детей понарожал, уже дедушкой скоро будет, записывает до сих пор в тетрадке. До свидания. До свидания. Все, ребят, всем здравия. Я не забуду принять. Ну, нести, ну, ты сразу, ты же с рюкзаком ходишь. Ну, да. Ну, положи, рюкзак, будешь сразу. Здесь же не трудно. Просто забрось в этот рюкзак. Посмотрим, какие упражнения ты знаешь. Вспомним. Я хочу, чтобы вы, по сути, не важно, сколько вы сможете прозаниматься, да? Это лично ваше дело. Но я хочу, чтобы у вас в осени уже был результат, чтобы вы сказали, как я хорошо провел лето, как я хорошо смог научиться разным действиям, вспомнил, ну, кто по сути уля научился, как ты вспоминаешь, да, потихоньку забытое когда-то, пережимое. Ты сейчас опять вспоминаешь, как это делать. Это же хорошо. А под моим записи ты сможешь ориентироваться, потому что иногда ум может подкинуть, знаешь, гордыну. Да, ты все знаешь. Это все вокруг какие-то лопухи, а ты все знаешь. Ты все круто, и все ты знаешь, а все тебя не понимают. На записи посмотрел, и в записи, знаешь, указано, что тебе реально эти лопухи, как будто бы, они тебе помогают в каком-то пути жизни. Вот это очень радует. А я не умничаю. Советами, советами здесь разбрасывается. Нет, просто. Нет. Мы прожили. До свидания. Все. До понедельника. До понедельника? Да, помогай родителям. Пироги с капустой. Что, покрутим, попрыгаем? Да. Стасианыч наш братан Андреев. Что-то это, опять. Стасиан, ты где? Я тебя не вижу. Стасиан, ты где, братан? Что за прикол? Ты там? Такой раз такой. Ребята. Ребята. Меня запечатали. Я в камере. Зачем вы меня сняли в камеру? В камере закрыли. Видео, видео, да. Да. В общем, Артем попросил... Ну, ты слышал, да? А, ну да, последний уже. Вернее, нет, он сказал вот свое появление. Это что, 26 число, да? Да, и 25-го, и 25-го на пляжу, 26-го на сквере Марина Роскова, 27-го в Саратове в парке Победы. Очень... 27-го в Саратове в парке Победы? Да. Это неделя молодежи, в честь Дня молодежи, только неделя молодежи, а не день молодежи. А-а-а. Захар позвонил, сказал, что Наталья Александровна сказала, что да, 27-го числа в Саратове в парке Победы. Мероприятие, выступление, площадка. Ну, не знаю, не знаю. Помочь хочется, всем помочь, чтобы это... И чтобы это, и чтобы... Сейчас, получается, опять такая, да, штука в мусор, а у них там же нет никого, ничего нет, и все сразу, бам. Я надеюсь, что есть, я надеюсь, что просто вспомнили из-за того, что соскучились. Ну, ну, это да. А когда такое было? Это иногда бывает, когда надо помочь. Вернее, очень часто, это чаще бывает, когда, 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 о-о-о, да. Поэтому, скорее всего, они вспомнили из хороших побуждений, чтобы просто соскучились. Целый год же не виделись. Или больше. Я предлагаю, все-таки, тебе турник, да, чуть засилить, когда смотришь? Сейчас, я все настрою. Да, опять вот, месяц подходит к концу, а кто-то, по идее, кто-то сделает просьбу на прозанятия, на печаты и так. Сейчас, я сказал, по интернету отправить, я говорю, отправлю, по интернету, на почту. Ну, мне кажется, он не отправил, значит, что-то не забудет. Я, если что, с этого, и вичи принес эту ситуацию, если вдруг надо. Не, а я все, я его закрутил на вазе, чуть-чуть, правда. Ну, так. Ну, наверное. Сейчас старинку, потом пока все-таки занимались с ней. Ну, так, разминочки, пока, Настюху, подожди. Все, как, ловляйся. А что, сейчас просто купить, сидеть? Я не знаю, чем-то, может быть. Каким образом? Просто, просто? Просто сидеть. Да. Думать. Это все, это сразу ребенок вообще начинается. Слезы, капризы. Все, дай это, дай то. Потому что пизделье, да? Да, 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 начинает. Пизделье. Раскачивать. Еще и водорос такой, как сам, два года у них сейчас. Качерный. Такой он. И из-под, можно сказать, наверное, из-под материнского, такого близкого-близкого контакта открывается. И заняться чем-то, если не заняться, то вот оно и получается. Все. Сопли, истерики, капризы. Ну, ненужные. А это вообще прям все, весь его забавно, задорно, что-нибудь пувыркаешься, там раз показал, то сразу за того, что нежить не начинал, и понеслась. Идет же переход. Два года еще в том мире находится. Еще в том. Вовнутрь. Ну, да, 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 да. А этот ты уже переход в этот мир. Типа доча или сына. Ну-ка смотри, вот так надо жить. Вот так жить, потому что ты имеешь право показывать. Начинают все исследовать, им все это интересно, что-то вот он говорит, а, или, ну, он ребенок заметил, какую-то ненужную сейчас пока для него вещь, и начинается у него дай, 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 все, и не надо, не дам, зачем, раз говорить трудно. Надо объяснить, почему? Объяснять, понятное дело, конечно, объяснять. А объяснить? Просто так нет, нет, нет. Скорее всего, два можно. Надо говорить просто, знаешь, тебя слушают, слушают, с таким ангельским лицом на тебя смотрят, как будто вы все понимаете. Ну, на самом деле, понимают. Но после объяснения все, балец кверху, дай. Красиво рассказываешь, красиво стелишь начальник, да? Все, вот так вот рассказываешь, вот и дай. Все правильно. Либо мы займемся воспитанием наших детей, либо их кто-то воспитает. А это кто-то? Это очень неизвестно, это кто, может быть? Своих детей. Да. И не только даже своих. Вообще детей нашего народа, все правильно. Потому что кто-то неизвестно будет, или целых. Эти кто-то. Сейчас он посмотрит, телевизор, блин. Скачивает. Да. Этих кого-то, да? Не знаю, как их назвать, да, что-то. Что-то зачем-то. А, но. Так, я практически настроил. Что, Леха поступил? Ну, сдал, в общем, вроде экзамены. Сейчас вот должны это сообщить. Но, как он говорит, как-то мне все понравилось, так я написал. Ну, все получилось. Должно быть без ошибок. Сказали он. Ну, кто ездили. Там были контакты? Или они вообще неизвестны? Нет, вообще, просто. Сами-сами, да. Посмотрим. Ну, а сам-то он, Леша, как-то, чтобы из него... Ну, вроде бы, это нормально. Писал русский язык историй, что-то. Исправился. Исправился. Он так вот... Нет, так-то он сообразительный, просто в плане дисциплины и лень. Летяйник, да. Приводит к тому, что... Был сообразительный летяйник. В учебе. Очень сообразительный. Большую роль бабушка играет в улице. Поэтому у него есть, по крайней мере, предпосылки для такого развития недостойного в плане умственного, образовательного. Поэтому я не удивлюсь. Вернее, не то, что не удивлюсь. Но я вот только обрадуюсь. И когда скажут, что все сдал, все раздавил, сдали. Кто у вас будет военный прокурор? Да. Или не военный? Нет, там не военный. А, военный. Прокуратура одни из самых отмороженных вообще. Да, да, да. Я тоже, представляешь, сдавал туда экзамены. Прошел отборочный тест. Мы к нам в часть приехали. Денис, приподними белый чуть-чуть, подраться. Мы приехали к нам в часть. С военной прокуратуры. С институтом военных. В юридическом институте московского. Ну, короче, военная прокуратура. Подборы проводить. Поступление, в общем, по несколько человек на бюджет с каждой части. Ну, не с каждой части по России, а высшей по России. А в России была наша. Потому что наша часть базировалась на территории наикрутейшего высшего военного летного училища города Краснодара. И поэтому приехали туда. Вот. Так как... И отмечался в хорошем поведении. Мне сразу сказали, что ты, по-моему, сейчас прикалываешься над нами. Я говорю, нет. Хотите, я говорю, пройду сейчас все психологические тесты, все отборочные туры, все пройду. Которые там все были тесты, меня до них отпустили. Я все прошел. Меня вызвал к себе в кабинет замполитки части. И сказал этот, что нет. И тебе это. Катя, вообще сиди тише, воды не вы правы. Не дай бог ты выскочишь, скажешь, что это ты какой-то такой. Ты вообще взял позор для военных страны. Ну и дурак он. Вообще конкретный. Хотя с другой стороны, как бы житуха была бы. А? С другой стороны, какая была бы житуха. Вот после этого, после вот этого случая, я понял, знаешь что? Что все-таки, наверное, не судьба, но не быть продолжителем воинской службы нашего рода. Как это правильно я сказал, нет? Наверное, да. Потому что от прапрадедов все военнослужащие, представляешь? Ну, от прапрадед, прадед, дед, отец, все военнослужащие. Вот отец, правда, почему бы это вообще не захотел там дальше? Ну, 90-е. А я тогда в армию шел с мыслями о том, что я сам военную лестницу служебно-военную. Преемственность. Народу и отечеству. Преемственность поколений. Что-то не очень как-то там сначала все складывалось или слишком даже очень все складывалось. Хотя у нас парня, который там потом тоже сдал, который со мной тестов. У нас там три человека, чтобы все его сдало. Один точно еще, которого взяли, но он сам отказался, представляешь, не поехал. Говорит, да не, я не выйду в пять лет на казарском положении. Говорит, нафиг, надо, не хочу. А он сам с Ростова был. Ну и сейчас. Он в Ростове. Это вот, в общем, после армии, когда он пришел, доучился. Да, доучился в институте и пошел в этот. Вот опера. Криминал был в Ростовской. Ну, простись, а. Не военный, так, сотрудник. Ну что? Сотрудник? Ну, ему это, туда-туда, дорога. По нраву, вообще, по поведению. По всем, да? Показателям. Так, задача, Елена Садимовна, сейчас просто. Просто нам понять. Плюхнуться. Просто плюхнуться спокойненько. Смотришь на меня. Смотришь на мои ощущения. Повторяешь, пробуешь. Можно здесь перчатки-варежки. Вы видите, что-нибудь удержался. Лучше скользит. Повчастливаешь, как я бы одел, просто чтобы не поцарапать турник. Скованных ладоней рук. Смотри. Запрыгнул опять. Стараемся, как и скрунка, как и с разными штуками. Делаем метр-опес и покрасивше пробуем. То есть, представь, ты там в древние ладо, все уже на неприязких играх пошел. Я сейчас просто с первого, с второго кача делаю. Запрыгиваем в колизей. Да. Руками не корябываем, но на движение, руки зафиксируем, движение кисти. Вот это самое. А рука, как-как-как-как, старая, корябываем. Очень комфортно падает. Очень комфортно падает. Пробуй сначала, надо упасть. Запрыгнул, вот, малая, ножки потянул, вперед вытягиваешь, и с раскачки ножки вперед меня вытягивай. Вот так раскачиваешься. И давай. Не больно? Нет. Нормалек. Сейчас еще раз, давай, пробуем. Теперь попробуем чуть-чуть перевернуть, сделать один из оборотов. Либо на 180 левую, либо на правую. То есть надо на живот летать. То есть что, надо на живот? На живот, да. Еще, может, даже еще будут перекрутиться? Курс-ланды, так. 30-я, чуть-чуть. Можешь заказка. Чуть подходит. Драйв-драйв-два, когда он с палубы там спрыгнул. В тросы, в тросы улетел. Да, это вот винтом вкручиваешься, на любой из плеч. Сам смотри, да. Легко. Ногами ты как бы отталкиваешь, чтобы раскачаться, как бы ногами толкаешь вперед. О, молодец. Живой? Да. Нормалек. Теперь на другом крючок. Винку я порвал. Нет, оно уже было. Сейчас, подожди. Что такое? Нога-коленка? Пах. Коленка. Коленка? Как ты так летел? Ногу согнут, что ли? Да нет. Я сейчас вообще не могу даже, прикинь, присесть. Короче, такая тема, что я когда присаживаюсь, если натягивается джинса или какая-то плотная одежда, там просто нереально. Внутри протяжения? Да. Внутри? Нет. Оно, если натягивается, вот я сажусь, так. И видишь, вот одежда натягивается. Вот если прям все, а если плотная одежда, она же прям вот как будто как дарит. Дарит что, внутри давление ощущение или снаружи давление? У меня бывает, я сажусь, вот смотри, да, я сейчас так и скажу, даже не от одежды, я сажусь, вот бывают у меня, вот селки бывают, когда по какой-то причине как будто бы на вот эту мне живу ставить, она проходит сухожилие, вот мне иначе натяжение как будто разорвется у меня там, как будто бы там порвется такой, надо стать и посмотреть, где она, как будто бы я ее так отправляю и потом потихонечку. А сейчас что случилось? Я сейчас тоже болела до этого? Нет, она ничего не болела, если я ничего не... И вот, знаешь, так, если я на коленках, да, смотри, легче, вот я могу, все, ну я дома просто хожу на коленках, нормально все, могу пройти, но стоит мне в какой-то момент вот эту точку найти, если я вдруг нахожу вот эту точку каким-то образом, и даже просто мне моляще не опереться на колено, а даже немножко вот просто оттолкнуться или немножко вес на нее перенести, вот вот этот вот самый момент, вообще прям... А какие ощущения, что... Как будто бы не смывает. Да, да. У меня такая же, что... Вот сейчас просто, представляете, даже я не сколько приземлился, нагрузил, сколько просто... в неудобное положение поставил, вот так пошла, ну вот. Блин. Ну, это... Это надо пройти через это. Мне кажется, только так. Ну, давай следующий. Давай следующий. Тогда вращение... Тогда знаешь, что? Надо на другую, наверное, сторону попробовать. Вращение на коленке сейчас надо, это, блин, не падать. Мы сейчас другое давай темно. Сейчас смотри, давай тоже упростим чуть-чуть соскок. Но надо тебе задача не против, я буду рядышком ставить. Надо раскачаться. Умение раскачаться. Виси вниз головой. То есть сейчас ты сначала просто повиснешь на голеностоп. ой, на голеностоп. Тут под коленку, вот повис. Повис. Можно взять бублик, колечко, бублик. Раскачаться. Можно так, без раскачки. Надо понять принцип раскачивания. Когда к животу я иду, голову, руки. Вот. Вот это действие. Просто раскачаться. Посмотри за моими ногами, пяткой. Вот какой уровень, чтобы ты понимал, что когда безопасно, можно качаться. Я пятки все время тяну бедра. Пятки все время просто раскачаться. Я рядом страхую. Сначала надо просто повисеть. Просто повиси и по ощущению. Просто ощущение. Не бойся я рядышком. Ручки отпускаю, просто повиси, да. Пробуем пораскачаться. Ну, заправься, да. Пробуем пораскачаться. Все время ты будешь пятки тянуть как коленок. Натяжение больно? Терпимо. Чтобы раскачаться, все ручки надо за голову закидывать в обратной фазе, в обратном движении к животу подтягивающих и голову. Да. Прокачайся. Оп-стоп. 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 Соскакиваешь? Сейчас. Вот она начала у тебя подниматься боли. Хрустанула? Висишь? О, что там хрустит? Оно? Да, водит она. Как бы даже сейчас, просто ты вытягиваешь что-то того. Но если чувствуешь, что надо слезть, лучше слезь. Если чувствуешь, что надо слезть, лучше слезь. Если чувствуешь, что можешь повисеть, чуть-чуть повиси. Ноги не больно? Ручку отпуска, не переживай, я тебя контролирую. Да. Достань ты. Ого, достаешь. И это легко. Да. Вот. Нормалёк? Да. Нормалёк? Да. Прям за носочки попробуй. Сюда, пальчиком веди, пальчиком веди. Тихо-тихо. Самомассаж, да? Опускаю. Нет, нет. Просто на колене. Колено? Да. Давай, держи, ручки отпускай. Спокойненько. Оп. Спокойненько. Ну, потихоньку наделись преобладать. Ох. Ох. Спокойненько, аккуратно, да. И аккуратно, да. Спустись. Может быть, знаешь, какое ещё сладкое? Ну, сейчас легче, конечно, прям сразу. Она прокрустела, чтобы там хрустнула, легче, но горит. Вот эти вот миллиметры, это помнишь, да, по внутренним ощущениям. Там, языком до неба коснёшься, докажешь, там что-то такое большое, на самом деле, чешунки, али маленькие. Так и здесь. Это может быть какой-то прям граммуличный миллиметрик, но он эту жилу, или что, там и связку, или что-то, он её, да, зацепляет где-то, вот овощи, и что-то границ меня. Ну, очень больно и тяжело, но сейчас я реально понимаю, что уже боль настолько стала, значит, упает, а что это происходит, я не обращаю внимания на неё. Ну, как чувствую, там же привык. Ну, у меня вот с пальцем вот с этим вот такая штука. Когда помнишь, мы перед стрелкой готовились, ещё в старом зале. Да, 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 куда он? Пронеслось как-то вот так вот, у меня прям туда, и всё, у меня так и остался. Смотри на ногу, больше, как и шиша, и всё, и это. И вот тоже, что-то это, но уже, я не знаю, просто уже не обращаю внимания. Больно? Вот по пальцам, вот левой рукой, да, не так она была повреждена, вот я пальцем, разработанным, вот так вот закидывали до сюда, а правой рукой, так как всё было поломано, вообще не получается, они у меня даже просто, даже сами по себе, не такая же. И раньше было до ощущения, а сейчас, ну, тхуле дело, не, разминать можно, но перетерпеть. Так, ладно, я сейчас попробую крутануться. Нет, сейчас ещё раз попробую, покажу именно и упражнения, которые без прыжков вниз головы, когда висим, можно то, что без прыжков сделать. Ножки положил, завис, всё время, я тяну, всё время тяну пятки к бёдрам. У меня такое ощущение, когда я висел, что они вообще не тянутся у меня к бёдрам, да? Далеко. Ну, как бы, знаешь, а вот здесь они далеко. Ну, мне кажется, что меньше, чем у меня. Вот, я их тяну, да, поначалу тоже, это тоже силу надо, вот здесь напрягать. Да, да, да. То есть, смотри, просто висю, начинаю, раз, два, три, четыре. Можно даже не вот так вот, касаться противоположной ноге. Вот, например, сделай, да, вот эти действия. Чуть-чуть, это без наскоков. Потом, вот на этом турнике. И вот, теперь опять, смотри, раскачки. Вот это ахмо боится, что оттуда вылезет новый турник через окошко. Надо тянуть голову вверх и ноги себе. Такой висючий. Получается повисеть, но без наскока. А если что-то не надо, то не надо. Что, пойдем кофе? Знаешь, что? Мне еще просто кажется, что... Сейчас будет вообще смешно, но реально кажется, что кожа прям оторвалась у меня кожа от мяса, от внутренности. Сейчас? Или тогда? Нет, тогда. Знаешь почему? Потому что вот я когда нахожу это положение, у меня начинается как будто я вот так вот вожу, и как будто кожа вот там дерет по мясу, представляешь? Это вполне возможно, но какая штука? Как минимум, через 7 дней она бы уже начала... Впуп и впуп, да, да, да. А по ощущениям, да, был надрыв 100%. Надрыв какие-то. Ну, представляешь, что эти вот структуры, маленькие волокна, они... Мышцы, люди качаются, мышцы рвутся. Да, да, да. Конечно, по ощущениям. Но мы еще умеем, типа, накрутить, да? Так, чтобы внутрь... Вообще, надо заглянуть в такие реальности, да. Давай, аккуратненько. Надо просто повесить, повесишь, и может быть там на конечке покачайся. Надо преобладать чувство вот этого переживания, страха, чтобы из этого вот оконца вырвут ноги. И опять тянешь. Тянешь прям пятки, тянешь бедром. Ножки закинул, и спокойно висишь. Прям все, прижал ногами руки, отпускай, да, спокойненько. Даже знаешь, может целенаправленно подергаться, а за штанину возьмись. За штанину. Да, да, да. Можешь, знаешь, целенаправленно подергайся вниз с себя, подергайся вниз с телом. Не штаны рыбья, а вниз. Видишь, при желании не соскочить, не соскочишь. Там уж крючок-то есть. Расстояние, могу сказать, что вот часто у тебя разъединяются ноги, очень сильно ты поднимаешь. Я вижу, очень сильно ноги ты отрываешь. Тихо-тихо-тихо. 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 Тихо-тихо. Сейчас расстояние ягодицы вот такое. Да-да-да-да. Я сам чувствую, что далеко. Нет, недалеко, хорошо. Ну просто как будто у тебя тело идет вперед, а ноги потихоньку, угол раскрывается. Потихонечку угол получается раскрывается. Пятки, колени. Давай, знаешь, как... Я прям турник прям... Да. Я просто вверх положил. Смотри, я вот так держу, не бойся. Потому что у меня еще есть место под коленку, куда засунуть, но у меня на жилах. У меня просто, да, на жилах. Смотри, вот я держу, выручки отпусти, покачайся в сторону. Я держу, не бойся, ты не упадешь. Покачайся в сторону. Да, поболтайся. Да, поболтайся. Да-да-да-да-да. Как раз здесь сейчас будет интересный такой, знаешь, эффект. Голеностоп остается в одном месте. Коленный сустав получается раскрывается. Потому что бедро у нас в одном стороне, да, голеностоп в другом. Поднимись за спину, противоположная рука к противоположной, агент. Перерыв левая, ну, к правой. Вот за спиной сейчас тяни, да. Не поднимай голову, не смотря, просто тянись рукой вот так, виси, тянись. Сейчас ты почу. Вот, подержи. Давай другой. Подержи. Натяжение. Натяжение. Прям мостик такой, прогнись. Как бы рукой дотянешься. Вот здесь у тебя должна такая-то пойти. Ощущение. И другой рукой также. Просто потянись. Нет, ты так. Потянись, потянись. Молодец. И теперь, повисел, поднимись туда, к головой, к животу тянись. Ручками телеза перекладки. Дотянешься? Давай, давай, давай. Оп, сватился, сватился. Да, да, да. Ножки спокойно вытаскивай. Только по-другому. Да, да, да. Как шпагатик сейчас ты просто выйдешь. Но не раздвигай и спокойно выводи. Из турника. Из-под турника спокойно выводи. Да, да, да. Так же тоже можно подниматься. Мы иногда поднимаешь, поднимаем, держимся за перекладину. И ножки закинул. Да. И так, тоже хорошо. Молодец. То есть есть несколько вариантов. Да. Ну что, как шерсть? Со сколько сделаешь? Не-не, пока не буду. Если вдруг у тебя силы хватает, еще руку хватает, выводи ноги сюда. Вот выводи ножки сюда. Да. Держишься? Пытаюсь. Ох, хрустанул. Я хотел, чтобы ты их положил на перекладину. Попробуй левую и правую перекладину. Аккуратно. Отдохну. Давай. Аккуратно. Вот эту ножку потяни шею. Просто тяни рядышком. Сейчас просто попробуем. Раз. Нет, теперь надо... Да. Тихо. Слезай, слезай, слезай. Да. Да. Аж слезай. Хрустанул. Хрустанул. Давай, как все прямо держится. Да. Да, блин. Да хрустит еще это плечо. Это нормально уже тоже. После этого. После этого. Учитываешь, как Владик качалки чуть-чуть раскрыл мне? А. Да, да, да. Мир ему. Ну и хорошо. Да. Раскрыл. И вот я его все пытаюсь разработать. Ага. Получается, я просто промежностью на руку и задерпусь от и задерпусь от него. Да, 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 да. Иди сюда, безумно. Иди сюда, безумно. Затем, ты сдавишься, мне стоят хода по трубам. Угу. Сейчас мне надо тебя увидеть. О, так тянусь. Сейчас предлагаю повесить на одной ноге, на которой здоровой начать. Тот же вес, только не на двух, а на одной. Или пойдем кофейку возьмем, попьем. Да? Пятень первый сделаем. Все это пойдем я проедемо? очень.